Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород и сегодня мы с вами поговорим о тех культурах, которые мы будем выращивать в теплице. Уже где-то с начала апреля. То есть осталось каких-то полтора месяца и в принципе можем начинать свои первые посевы в теплице. Начну наверное конечно же с зеленого лука, а именно с лука на зелень. В апреле месяце и в мае месяце в теплице и окружающая температура и температура почвы очень будет благоприятно отражаться на луке. То есть он любит именно такую прохладную влажную почву, прохладный такой достаточно-таки влажный климат и он очень хорошо растет именно в таких условиях. Поэтому смело с начала апреля можно уже высаживать лук-репку и у нас будет свежая прекрасная зелень для салатов, для каких-то других блюд. Также можно начинать уже где-то с 5 апреля посадку редиса. Сейчас очень много различных сортов, каких только нет, то есть те, которые вам больше всего нравятся, те и выращивайте. Вот этот редис, например, который вот такой продолговатый, его можно как бы посадить по гуще, потому что у него и ботва как бы вот, ну именно у этого редиса такая небольшая. Ну то есть его немножко можно загустить. А вот этот редис как бы остальной, его можно так пореже высаживать, ну где-нибудь сантиметра через два смело можно высаживать его. Также могу порекомендовать вот этот редис, Дениска редиска, очень хороший, очень качественный, такой приплюснутый слегка плод и по вкусу очень хороший. Его могу порекомендовать однозначно. А остальные как бы вот еще не выращивали, в этом сезоне будем только в первый раз выращивать. В прошлом году вот мы высадили, семенами посеяли редис, лук, также посеяли крест-салат, он тоже очень хорошо всходит быстро достаточно, и он через, наверное, 20-25 дней от всходов он уже готов к уборке. То есть очень быстро отрастает, и на салаты готова у нас зелень. Но в том году вот мы посадили, и даже были заморозки, достаточно большие заморозки, где-то даже минус 10 было на улице. Но в теплице понятно, что температура не такая, как бы не так критично сказывается. Но все было, вот даже редиска была, она была прям, ну, замерзшая. Но потом она совершенно спокойно отошла, то есть и перенесла вот эти заморозки, даже очень сильные. Поэтому, в принципе, постепенно, там по небольшому количеству можно начинать посевы, и у вас тоже будет такой конвейерный, поэтапно будет у вас созревать редис. Очень удобно будет так использовать его. Также все различные салаты можно выращивать. Очень удобно их садить где-то по краю дорожки, и потом постепенно, вот как бы они, когда созреют, их можно будет спокойно, безболезненно удалить. Либо пересадить его в открытый грунт. Вот в этом сезоне впервые попробуем такой, очень хвалит этот московский парниковый салат. Вот как бы его попробуем. И вот такие вот есть смеси салатов. Здесь очень много различных сортов. Также здесь и японская вот капуста мизуна, которая очень полезная. И, соответственно, она у нас тоже холодостойкая. То есть тоже такую капусту можно высаживать. Очень полезный вот такой у нее оттенок. Именно там много различных, как бы говорят, антоцианов, антиоксидантов. То есть все очень полезно для нашего организма, особенно в весенний период, когда у нас часто авитаминозы различные. Именно нехватка витаминов после долгой зимы. И вот это все нам будет очень-очень кстати. Также можно высаживать по небольшому количеству базилик. Вот мы выращиваем такой темный опал, очень и ароматный, и вкусный. Можно его выращивать через рассаду. Но как бы рассада все-таки, она вот именно в комнатных температурах, она привыкает и потом болеет. Именно после пересадки в теплицу. Как бы лучше все-таки небольшое количество, именно где-нибудь до 10 апреля, до 15 апреля, по краешку где-то посадить на солнечном месте в теплице. И в принципе будет спокойно у вас базилик расти. Он как бы не любит загущение и не любит вот эту все-таки пересадку для него, ну такая достаточно стрессовая. И потом он как бы может даже прекратить вот такой рост активный, а начнет выбрасывать цветоносы, зацвести. К самым ранним посадкам в теплице также можно отнести и шпинат. То есть он практически одним из первых, если он, например, у нас где-то оставили мы шпинат, он у нас семена может совершенно спокойно завязать и сам насеется. И самосева может уже в конце марта даже всходить. То есть он всходит самым первым. Но зелень у него как бы недолговечна. То есть где-то вот он зашел у нас, две недельки у нас будет активно давать зелень, а потом также он начнет уходить в цветонос. Поэтому его также лучше как бы вот так поэтапно высаживать, по несколько штучек. И чтобы у нас всегда была как бы такая конвейерная зелень, которая у нас соответственно уйдет в цвет, мы его уже можем спокойно вырвать и на его место посадить что-то другое, тот же самый. Хоть и шпинат, хоть и редис, хоть какой-то салат. Также в этом сезоне вот купили такую вот рукколу. Ну, получается тут два сорта, наверное. Наверное, сорта два вместе, как руккола, которая у нас культурная, и руккола, которая у нас дикая. Такой двурядник пасьянцев, это руккола дикая. А индау это у нас руккола культурная. То есть тоже очень хвалят, в принципе она быстро у нас отдает зелень, так где-то около 25 дней, и в принципе она готова у нас к уборке. И как бы у нас мы вот семена нигде не могли найти, но только выписали через интернет. То есть здесь очень, достаточно такая экономичная упаковка, здесь 1,5 грамма, и по цене она так достаточно недорого стоила. То есть много семян и хорошие, и вес пачки, и как бы ее использовать можно срок годности долгий. Также, как я уже говорил, можно посадить капусту мизуну. В принципе, как и все капусты, она тоже очень хорошо переносит какие-то небольшие такие заморозки до минус 5. Ну, конечно, даже если такие заморозки у нас будет в теплице, все-таки нужно укрывать тем же самым укрывным материалом, либо каким-то тканями, какими-то прикрытиями, которые у вас где-то на улице у вас хранятся, и в принципе ими можно укрыть. Также вот в этом сезоне попробуем вырастить мангольд. Вот такой вот. Это бывают мангольды, которые именно листовые, есть которые черешковые. А вот это, наверное, какой-то такой средний вариант, и черешки у него очень-таки достаточно плотные, такие большие, и лист. Но главное, чтобы он не перерастал. Тоже у нас он очень холодостойкий, то есть, в принципе, нам большое количество как бы его не нужно все-таки посадить там несколько штучек и, в принципе, попробовать. Так вот на пробу посадим мангольд. Также несколько штук ранней свеклы. Где-то, наверное, где-нибудь с краю теплицы. Многие говорят, что свекла вся замерзнет у вас в теплице. Но это все неправда. В прошлом году у нас вот эти заморозки были достаточно большие. А свеклу мы посадили где-то, ой, ну, наверное, ну, где-то до 10 апреля. И, в принципе, она перенесла ей все заморозки. Ну, конечно, немножко она была прикрыта какой-то тканью. И затем вот спокойно она у нас выросла. То есть нам же не нужна там какая-то такая огромная свекла. Именно к середине мая, к майским праздникам, в принципе, у вас уже будет при посадке именно в апреле, вот этой в первой половине апреля свеклы, у вас именно будет очень хорошая такая и зелень для супчика, и даже небольшой корнеплод вырастет. Но уже где-то к концу мая вырастет уже такой огромный корнеплод. Ну, практически к тому времени, когда мы только начнем в открытом грунте выращивать свеклу, она у нас уже в теплице будет готова. То есть очень удобно где-то там в небольшой рядок свеклы посадить. Она не помешает. То есть у нее не разрастается такая огромная какая-то ботва. И выбирайте, конечно, скороспелую свеклу, то есть которая быстро формирует урожай. Такая свекла вот она именно успеет выспить. Также в этом сезоне хочу попробовать посадить морковь в теплице. Ну, совсем немножко там где-то с краешку посадить, так как многие выращивают морковку. Ну, для такого самого первого раннего урожая. Тем более, вот хочу просто проверить. Вот эти семена мне прислали, получается, подарком к заказанным семенам. Такой подарок с истекшим сроком годности. То есть уже, получается, 12-19 уже все срок годности. Ну, вот такая морковка пришла еще в подарок. Ну, просто попробовать. Схожая она, не схожая. Есть ее смысл где-то садить или нет. Как бы очень жалко вот такое большое количество семян. Здесь целых 4 грамма. Ну, вот такую морковку прислали. Попробуем посадить. Также можно, конечно, посадить петрушку. Петрушку можно садить и на подоконник. Хотя бы там, ну, несколько растений, в принципе. И именно они у вас дадут сам вот такой ранний урожай. Либо же, конечно, рассадой в теплицу посадить в какую-то плошку. А затем уже высадить или на улицу, или где-то в теплице ее прикопать. То есть такой вариант. Ну, как бы очень удобно, в принципе, несколько штучек посадить в тот же самый какой-то контейнер. И поставить его на подоконнике. Поэтому главное, наверное, то, что объединяет все вот эти наши культуры, это то, что все они должны быть холодостойкими. То есть выдерживать небольшие похолодания до минус 5, до минус 7. Но так как у нас снаружи может теплиться даже минус 10 быть, а в теплице все-таки температура, благодаря тому, что земля, она все-таки успевает так нагреться. И потом в течение вот именно похолодания земля отдает все-таки некоторое время какое-то тепло. Чем-то нужно будет на ночь именно или на похолодание их укрывать. А уже в оттепеле совершенно спокойно у нас все будет прекрасно расти. И также хорошо, конечно, то будет, что мы будем использовать всю полезную практически площадь нашей теплицы именно до высадки основных культур, таких как перцы, томаты, баклажаны, огурцы. То есть именно до этого периода у нас будет активно использоваться наша теплица. И мы будем получать замечательный урожай. Поэтому, конечно, приобретайте семена. И смело где-то с середины апреля это 100%. А в принципе можно уже и с начала апреля постепенно, так потихонечку начинать садить те или иные культуры. И у вас будет ранняя зелень, ранние корнеплоды. Ну а всем, кому понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, заходите почаще в гости. И пока-пока, до новых встреч и прекрасного вам урожая и прекрасного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok